Друзья, всех приветствую на заключительной торговой сессии этой недели. Мы снова на финансовых рынках и продолжаем говорить о ключевых, фундаментальных событиях, которые влияют на динамику финансовых активов. Не забывайте подписываться на наш YouTube-канал Амаркетс, оставляйте ваши вопросы в секции с комментариями и, конечно же, не забывайте ставить лайки. Также, снова напоминаю, что в описании к этому ролику вы всегда можете найти ссылку на наш официальный Telegram-канал Амаркетс с торговыми идеями, в котором каждый день мы постим дополнительные аналитический контент вам в помощь в принятии торговых решений. Сегодня мы поговорим о макроэкономических отчетах прошлого дня. В целом эта неделя, поскольку она уже практически завершается, позитивно отразилась на динамике доллара. Мы получили несколько дополнительных катализаторов для укрепения позиции американской валюты и, пожалуй, стали еще более уверенными в том, что американская валюта в ближайшие торговые сессии в ближайшие недели сохранит условия для дальнейшей восходящей динамики. Фундаментальный ветер сейчас для доллара является попутным. Вчера вышли данные по темпам экономического роста американской экономики в четвертом квартале. Статистика оказалась несколько хуже, чем ожидали эксперты. Это вторая оценка и рост составил 2,7%. Причем многие полагали, что рост будет на отметке 2,9%. Я, честно говоря, тоже думал, что мы увидим те же самые цифры, что и в результате предыдущей оценки. Но незначительное снижение темпов роста было компенсировано следующим блоком макроэкономических данных, которые уже не зачаровали. Это первичные заявки на пособие безработицы. Их рост составил 192 тысячи. Прогноз был в районе 200 тысяч. Да и в целом, если первичные заявки остаются ниже 200 тысяч, мы трактуем эту статистику как позитивную для всего рынка и благоприятную, позитивную для экономики в целом. Еще один релиз – это индекс расходов на личное потребление. Статистика тоже за четвертый квартал. Здесь серьезный рост с 3,2% до 3,7%. К этому отчету вопросов практически нет, потому что индекс расходов на личное потребление как раз и отражает потребительскую активность. Если анализировать и вспомнить последние месячные показатели по инфляции, когда она скакнула больше, чем на 0,5% в январе, понятно, что у этого были какие-то предвестники и основания. Индекс расходов доказывает, что потребительская активность остается на высоких значениях. И вспомните, что я вам говорил ранее, что при таких показателях активности мы можем и вправе рассчитывать на то, что тенденция роста инфляции сохранится. И вполне реально, что и в годовом выражении индекс потребительских цен также уйдет на положительную территорию. Протоколы тоже очень хорошее наследие, потому что протокол американского регулятора показали, что члены Федрезерва поддерживают идею дальнейшего повышения процентной ставки. Причем ряд голосующих членов отметили, что они даже за то, чтобы ставка была повышена сразу на 50 байсных пунктов на ближайшем заседании, которое состоится 21-22 марта. Я думаю, что вы все прекрасно знаете, кто это, кто эти представители ФРС. Это Лоретто. Мейстер и Джеймс Буллард, поскольку именно они первыми анонсировали готовность к более проактивно жесткой монетарной политике еще неделю назад. Я думаю, что их точка зрения не изменится. Я даже скажу больше. Я уверен, что по мере приближения фактического заседания Федрезерва число сторонников, тех, кто будет лоббировать идею более активного роста процентной ставки, увеличится. Поэтому к самому заседанию мы подойдем с вами, с сплоченным коллективом тех, кто будет поступать за агрессивное ужесточение монетарной политики. Буду со своей стороны визуализировать, потому что я считаю, что при таком фундаменте индекса доллара сможет прорваться выше 105 пунктов. Сейчас он топчет на отметке 104.50. Но сегодня в качестве, скажем, такого десерта на закрытие недели у нас также есть несколько отчетов, на которые мы должны обратить внимание. Это в 13.30 по GMT личные доходы, личные расходы. Тоже все статистика потребительской активности. В 15.00 по GMT выйдет релиз по потребительскому доверию Мичиганского университета. И в 15.15 по GMT выступление Лоретты Мейстер. Мы помним, что неделю назад, точнее две недели назад, ее комментарии о том, что дезинфляционный тренд хоть и начался, но требует как бы большего контроля со стороны Федрезерва и больше усилий и помощи в том, чтобы он стал устойчивым. Это как раз снова разговоры о росте процентной ставки. Если сегодня она повторит риторику и готовность голосовать за повышение ставки на 50 байсных пунктов, я надеюсь, друзья, то, что индекс доллара под закрытие недели соберется и сможет протестировать 105 пунктов. Золото пока что без изменений, но мы на этом активе зарабатываем, потому что когда мы стали рассматривать потенциал для снижения этого актива, он был выше 1850 долларов за тройскую унцию. Сейчас котировки 1824. Три главных аргумента, почему золото нужно шаратить. Рост доходности облигаций, рост доллара и рыночный ассентимент, индекс настроений, расстановка собственно сил, так же, как и днем ранее 70 на 30. 70% трейдеров делают акцент на то, что все, уже дно достигнуто, и дальше золото должно развернуться. Рынок, как вы помните, я постоянно это повторяю, идет не в направлении толпы, а против толпы. В данном случае путь наименьшего сопротивления – это тест поддержки 1800 долларов за тройскую унцию. Наша амбициозная цель, что мы можем увидеть тест данного уровня до конца этой недели, все еще сохраняет свою актуальность. И я допускаю, что в рамках текущей торговой сессии продавцы могут собраться с достаточными силами, чтобы попробовать отправить золото к данному рубежу. Рынок нефти – 82,62. Поддержка 80 долларов устояла и хорошо. Причем рост нефти последовал даже на данных по запасам, на которых нефтянка могла бы обвалиться. Данные по запасам нефти США на прошлой неделе показали, что запасы увеличились на 7,6 миллиона. Это много. Даже не знаю, что происходит с спросом на американском рынке, учитывая, что у нас уже не первую неделю подряд такой значительный прирост этих запасов как нефти, так и нефтепродуктов. Ну, возможно, весь этот фонд все-таки компенсируется сейчас восстановлением экономической активности в Китае надеждами на то, что и уверенности, наверное, что спрос существенно превысит предложение. Тем более, что российские поставщики сообщили, что изменения в сфере налогообложения, которые касаются НДПИ, то есть налог на добычу полезных ископаемых, им придется начать отказываться от вот этого бешеного дисконта, который мы сейчас наблюдаем между Юрлс и Брентом. Он, по-моему, сейчас составляет 34 доллара, соответственно, с апреля эта скидка может быть снижена до 25 долларов. Я не думаю, что в таком случае Юрлс будет активно покупать, и вполне возможно, что мы увидим еще один период резкого сокращения или даже дополнительного сокращения предложения, что отразится на глобальном балансе. Спрос и предложение будет способствовать дальнейшему росту цен на черное золото. Доллар иена 134,71. Данные по инфляции, которые вышли буквально несколько часов назад, показали, что инфляция в Японии в январе выросла с 4 до 4,3%. Тренд инфляционный продолжается, сохраняется. Нужно что-то делать японскому регулятору, нужно ужесточать монетарную политику. Базовая инфляция также выросла с 3 до 3,2%. Ждем сегодняшнего выступления нового главы Банка Японии Уэда. Он пока что еще не полноправный хозяин монетарного кабинета, поскольку полномочия Курода истекут только лишь 8 апреля. Но мы уже готовимся к тому, какой политика будет дальше. Если Уэда сегодня сделает акцент на необходимости борьбы с высокой инфляцией, создания условий превенсивных, чтобы не допустить еще большего роста индексопотребительских цен, мы это будем интерпретировать как сигнал к тому, что Банк Японии пересмотрит денежно-кредитную политику. Я надеюсь, что к концу сегодняшнего дня пара доллар-иена попробует вернуться в район 134 иен за доллар. Американский фондовый рынок СНП. Ждем пробоя 4000 пунктов. Вполне возможно, что это произойдет сегодня в расчете, опять же, еще на рост курса американского доллара. Европейская валюта топчется на отметке 1,06. Ждем в районе 1,05. По британской валюте наша цель пробой поддержки 1,20 и закрепление ниже. Текущие котировки 1,20-22. Все больше разговоров о инфляционных ожиданиях, которые остаются растущими. Напомню, что работодатели в Англии в этом году повысят зарплату на 5%. Сейчас она и так двухзначная, в 5 раз превышает целевой ориентир. Это создаст серьезные экономические трудности и проблемы для экономики в целом и негативно отразится на британской валюте. Фунт аутсайдер ждем на еще более низких ценовых рубежах. На этом, собственно, все. Большое спасибо за внимание и хорошего вам закрытия недели. Всем пока! Субтитры сделал DimaTorzok